Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин. До Нового года осталось совсем немного времени, я думаю несколько часов. Я начал сегодня, как бы, думается мне, что несколько часов, потому что я снимаю чуть-чуть пораньше. Но эта серия будет посвящена главному городу этой игры, потому что этот город называется Гота. Я там сейчас по возможности возьму как можно больше, собираю, по возможности как можно больше всего, что там можно найти. А здесь скелетики, они очень воинственные, очень сильные. Смотрите, вчетвером, в пятером орки не могут одного скелета завалить. Как так, а? Это бывшие... Кстати, эти скелеты, это бывшие паладины, если быть более точным, так что они могут быть очень сильными. Пойдем обратно туда, в город, где я и хотел обосноваться. В прошлой серии в конце мы убили демона главного города, и поэтому, в общем-то, проблем сейчас у нас быть не должно уже в оставшееся время. Интересно, кто там у нас остался? Вот, в самом замке. Я в замок еще не ходил. Так, зомби. А там кто? А там еще один зомби? Так, ну, будем пытаться убить таким только образом. Что-то как-то я очкую. Они довольно мощные и сильные, ребята. Зомби. Поэтому, я думаю... Ну, у меня стрел, в принципе, хватает, так что я вообще не боюсь. Из лука. Фигачить такого... Вот так вот. Существа. К сожалению, блин, из них ничего не выпадает. И стрел я тоже не могу из него вытащить. В нем штук 10 стрел мной засунутых, да? Продолжаем, 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 продолжаем. Итак, ну... Эти звуки, блин, меня напрягают. На самом деле. Так, здесь никого нету, по-моему, да? А вон там, вон, есть зомби. И там есть еще скелет. И как бы, я даже не знаю. Ну, давай вот, того зомби. Завалим. Кто же ты? У! Сзади подошел! Эээ, зараза, сзади подошел, подкрался гад. Не ожидал, не ожидал. Ай! Стукнул меня, блин, своим кинжальчиком. Зараза! Нет, наверное, все-таки тебе придется поговорить не со мной. Я сейчас этому шкелету доходчиво объяснил, что ему лучше пообщаться с вон теми орками. Он, как ни странно, прекрасно это все понял, оценил. Так, а вот сюда я ходил? По-моему, ходил. А, нет, я сюда не ходил. Блин, прикольно. Тут еще сундучок есть. С противоядием. Есть еще что-то интересное у вас тут? По-моему, нет. Всего лишь один сундук. Ну ладно, все равно вперед. В самом деле, да? Шундучок такой обыскать тоже круто. Так, там у нас впереди еще два зомби, вернее, зомби есть. И там, по-моему, скелет один. Если я не ошибаюсь. А один скелет вот прямо вон оттуда вырвался. Как он там оказался? Я не знаю. Так, вон он. Зомби, ты куда ушел? Вон он. О, да тут не один. Елки зеленые. Короче, сегодня у нас будет серьезный разговор с группой вот этих вот. Скелет идет еще. О, сзади еще один зомби. Короче, говорите лучше с орками, я как бы умываю руки. Смотри, я его всего истыкал этими стрелами, блин. Ему пофиг вообще. Я вас всех завалю тут нафиг. Жомбачки, блин. Вот тебе новогодний подарочек нафиг. Ха-ха-ха. Мистер Герой, блин, готы. Паладины бывшие. Ну, как бы с палками, я что-то как-то не знаю, как могут паладины сбегать с палками, да? Это просто, наверное, местные жители бывшие. И поэтому... Ну все, молись. А ты откуда тут взялся, воин? Я, я аж испугался, блин. Откуда он тут взялся? Ты бы пошел со мной, помог бы мне. На самом деле, может быть, горном можно взять сейчас. Ладно, я пока не буду этого делать. Я боюсь за горном, мало ли, что может случиться, если я сейчас его освобожу. И он пойдет со мной за Готой сражаться. Тут еще хрен его знает, сколько этих зомбаков. Вот смотри, тут, по крайней мере, вон один еще есть. Не знаю, один он или нет. Да и мне лучше, наверное, приятнее будет в одного полутать это все. Пособирать. Чтоб никому ничего не досталось. Да, вот такой вот я, жадный. Все, это, наверное, последний зомби, я думаю. Здесь вот. А там еще внутренний замок будет. Я уже не знаю, сколько я стрел тут выпустил. Смотри, штук 10 опять, наверное, в нем. Офигеть. Круто. Жаль, что я не могу вытаскивать из него стрелы. Такой сильный дождь пошел, вообще офигительно. Я все-таки не буду пока собирать. О, это что? Статуя? Ага, такая рогатая статуя. Так, ну тут, похоже, никого больше нет, да? Надеюсь. Тут даже кузница есть. Внутреннем дворце. Сейчас я пробегусь еще по всему вот этому месту. И если что-нибудь интересное, там еще что-то есть. Тут секретный ходик какой-то. А, ничего тут нету все равно. О, ягода гоблина, классная штука. Боже, ничего нету. Ладно. Пойдем во внутренний дворец. Там последнее место. А потом облутаем это все. Внутренний дворец. Последнее убежище зомбаков и скелетов, надеюсь. И надеюсь, там их не будет много. Так, сколько их там? Так. Я вижу двоих. Троих. Троих. Ну, я думаю, что стрелами я без особого труда их всех положу. Местные жители. Никак иначе. Я попасть не могу в них. Мне вот почему-то вот так вот, если честно, вот я сейчас играю, да, все время хочется нажать клавишу, знаете, какую? Клавишу, по-моему, Z. Z. Да, вот. Q, то есть. Извиняюсь. Да. Это крик использовать. То есть я вспоминаю сразу же, почему-то мне очень сильно эта игра напоминает Skyrim. Ну, вполне по понятной причине, потому что сначала была Готика, потом появился Skyrim. И Skyrim довольно сильно напоминает эту самую Готику в своем великом прошлом. Ну, в принципе, я магию тут мог бы использовать, да, на самом деле. Но я пока... О, скелет, откуда ты выбрался? Так, секунду. Короче, мне придется с тобой, наверное, драться, скелетик. Скелетон. И с тобой, зомбак! О, не-не-не-не-не-не-не! О, опс! У меня внезапно кончились стрелы, и придется сейчас последних... Я не знаю, там кто последний-то? Вон зомбак, и все, нет? Есть кто еще? Так, с этой стороны вроде все спокойно. Нету никого вроде здесь, да? Ну, тут столько добра! Офигеть! Сейчас я все это буду лутать! Ох, новогодние подарки! Нафиг! Так, вот ты последний остался, зомбак! Я его вот именно таким способом сейчас буду просто сжечь. А ему понравится, наверное. Всех я тут расколошматил. Блин, интересный тут вот такой... Пьедестал. У них стоит непонятно, что он обозначает. Не Беллера, а может быть Беллера. Но почему Ушастого? Ушастого, Рогастого. По-моему, Беллер не был Рогастым. А, он, наверное, изображает демона. Демон-то может быть Рогастый, да? На самом деле. Все? Сдох? Все? Сдох? Отлично! Ну что? Давайте собирать новогодние подарки! Мне это нравится, на самом деле. Там я все собрал. А сейчас во внутреннем дворце буду просто... Ох, какое наслаждение! Искать и находить различные подарочки! На лавке мне нечего сидеть. Так, тут есть что у вас? На самом деле, даже ничего нет. Даже котел горит, прикинь. Сколько лет прошло, что они уже не живые все. А котел все еще горит. Так, ну что-то я подарочков-то не очень вижу. Давай наверх уходим. инстинкт 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 ухты да ничего нету чё за замок такой который это ворот открывается да похоже да прикольно так-то выглядит да замок но вот лишь тут ничего нету печка внизу у даже на башню можно наверх залезть вау круто вообще ничего нету как вы так живете а живете зомби как вы так живете что у вас тут ничего нету вот это уже интересно вот это уже что-то денежки небольшое количество помаленьку морковку нашел потихоньку может быть я действительно найду что-нибудь у вас тут действительно дорогое и ценное в качестве подарков готы блин еще выше а тут офигительно так наверно вид будет сверху ну-ка вид да действительно офигительный но непонятно чё это тут видно где тут что тут а года вот сама года вот она есть а там есть лесенка наверх а это маяк на котором стоят эти порки точно нифига си дальность то какая ухты а тут горы вообще еще выше ну ладно давайте посмотрим диплом ничего больше нету что нам в качестве подарков еще сегодня достанется кто из этих зомбаков был дедом морозом лучшим так здесь больше ничего нету отлично лутабельно вся так вот у спуска нету до пушка нету но зато какая красота какая красота собирать вот это все что сейчас тут на оставалось вот этих зомбаков и самое главное что это никому уже не принадлежит кроме меня так а тут чуть есть все такое лежит поварешка думал сломанная сломанная поварешка мне не нужно конечно я предпочитаю целые так давайте пройдемся по всем домам которые тут у нас есть и поищем что это лавка торговцы я имею виду видимо а нет короче все разрушено чё еще могу сказать сундучок о там классный сундук блин сколько сундуков таких которые я пока не могу скрыть потом просто придется обижать наверное но этот скрою тоже следующий раз придется обижать и все эти сундуки которые я по дороге находил открывать но это будет со временем это будет не сразу потому что сразу то мне естественно ничего не получится стул сундук потому что очень много этих сундуков железных да я и кованая открывая все открываю кроме железных железные сундуки почему-то у меня пока не открываются мне вот с этой стороны показалось что он шапочки такой гнома стоит показалось показал ребят показал ту 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 ухты а вот тут сидел правитель этого города и наверно глава паладинов сломано блин сломано у меня еще есть сломано блин а у меня еще есть сломано то что ж такое то все сломают о еле-еле железный посох бой на посохах ну как бы защита от клинковки 10 классная штука но я пока не могу использовать ее потому что не прокачан достаточно тут есть что-нибудь ценное еще вообще-то ценности предметов которые тут находятся не очень как это офигительно но может потому что все уже вынесли хотя кто мог вынести из склепа все да кроме по моему я самый смелый из всех людей показалось там еще один зомбак самый смелый из всех людей который смог прийти сюда много золота очень много золота откуда здесь золото блин вот ли кузнец интересно так посмотрим стул стол ну ладно лутаем все лутаем все понемножку помаленьку но я как бы вещами об набираюсь и если продать все за хорошую цену я думаю что я получу выгодные выгодные деньги большие большие оба какой-то проход есть я-то думал тут какой-нибудь секретик есть когда они там сундучок специальный нет нифига не то ну ладно тогда чё здесь склад здесь был склад но как бы ценного тоже ничего я не вижу корзина 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 такие корзины насколько я помню исцеление находится именно городе в пустыне варант именно там интересно вот от статуи что я могу так с какой стороны стоит вот с этой лиц этой а вот он у него такой черепок это череп демона скорее всего да прикольно смотрится это все так здесь я уже заходил или еще одна наковальня нет это еще одна наковальня тут короче очень много кузнец было похоже в этом городе причина сами понимаете это город паладинов паладины здесь как бы повсеместно все золото много слишком много золота не бывает никогда здесь их конечно же не очень супер много а он там он на полочке золото лежит нет нет показалось я даже факел мне доставать не надо у меня прекрасно для этой цели подходит о колечко кота нашел выносливость 10 для этой цели подходит стрела лука еще золото и шкатулочку куда нашел а вот эти вот шкатулочки по моему можно было открывать или какие-то из них можно было вскрывать я не помню сейчас точно да какие-то могли можно вскрывать но они эти это чутоком мешок пшеницы че лишний что или я где-то еще добыл не успел не заметить откуда он у меня взялся наверное где-то все-таки здесь в готе я такую штуку подобрал так да я заходил так тихо я же тут уже был по моему или там-то такое же место просто тоже ягода гоблина ты ок 4 хлеба хлебушек все еще не заплеснивал интересно интересно ну и давайте сходим во внутренний дворец вон там сама наверно самый смак самая драгоценная все будет что там может быть где же там драгоценность я надеюсь тут больше никого нету так наверх можно сходить даже давай сначала наверх сходим смотрим что там это самый внутренний двор замка тут наверное еще более мощный трон где-то стоит я конечно в этом не уверен но вариант такой есть так а тут что много золота вот интересно насколько это золото очень много да или немного очень да много да или немного да о классный меч нашел абсолютно обычный меч а урон 45 всего лишь я-то думал у него урон хороший ошибочка вышла жаль еще много золота как мне золото у меня даже двух тысяч нету золота что это значит много что тут чтобы прокачаться немножко нужно куча золота блин тут я бы не сказал что такая большая куча как страшно да вот так выглядит все это так ну что пойдем обратно там той стороне уже больше ничего нету я уже все досконально тут обошел новогодние подарки все собрал и осталось только в самом центре поискать что у нас тут еще есть я думаю что вкусность еще будет много ох ну освободить целый город готу от зомбаков конечно же я не присваиваю себе полностью эту победу майорке моих пор не мои конечно же орки постарались очень ухты о кафедра есть прикинь я это уже знаю жаль что это я тут уже знаешь потому что дополнительный опыт он бы был очень важен во многих областях науки и техники большой сундук возможно да как это невозможно для меня и невозможно я сейчас эти сокровища здесь просто соберу у меня есть такой огромный огромный ах ты блин я же забыл у меня же я же не умею пользоваться этим ай-яй-яй у меня для этого мана не хватает старый сундук о старый сундук я могу вскрыть вот это уже что-то ухты максимальная жизненная где нафиг она нужна простое кольцо золотое туман и все подобное ладно я пока в общем то не пользуюсь в основном в основном не пользуюсь магия это уже знаю все то ты знаешь а такие знания вроде бы древние должны быть но все я уже знаю это ладно тут никаких пещер больше нету я думаю что нету ну ладно последний вот этот дворец тоже да мне кажется мне казалось что там дворец больше ну да ладно зайдем туда посмотрим тоже видеть резиденция местных правителей ага вот он драгоценности вот этот трон орков чем тут делать давайте посидим в готе на троне в новый год ха-ха-ха прикольно класс так давайте еще поищем золото и золотой кубок отлично 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 я бы не сказал что особо много как-то денег тут в этой готе кованый сундук ухты еще один болванка магической руды это первая болванка так а клинок ассасина я же могу драться и вау и у меня будет круче чем мой палыш у меня палыш сейчас посмотрим я думаю что да я думаю что сейчас если заточить вот этот мяч ассасинов я обязательно им смогу пользоваться так еще золотой кубок и золотая и шкатулка золотая которую я опять же не могу вскрыть жаль так вот они золотые кубки я думал это нет это чаша и носа которую нужно отдать будет паладином подарив ему часть своей магической силы чтобы противостоять деяниям белиара и этой силой был огонь огонь который можно контролировать ухты древние знания классные знания самое сильное оружие значит является огонь поэтому если будем стрелять то будем стрелять вот этим все я думаю здесь в готе нам больше делать нечего сейчас вернемся горну сообщим ему очень приятное известие освободим его наверное приятно тем что мы освободили готу ну ему то может быть она не очень как приятно но зато это ценно будет для людей которые в общем то посылали горна освободить готу это для наемников для освободителей так а где здесь круг есть есть здесь круг нет здесь только наковальни похоже нет тут никакого круга придется возвращаться в город чтобы заточить особый кинжальчик который будет гораздо лучше мне кажется действовать нет по моему тут нету ладно вернемся 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 ни один орк не пострадал хотя скелетов очень много тут пострадало я их всех сюда вводил своего рода так пардос демона который правил в готе больше нет демона который правил в готе больше нет проваливай моро иди со своими вараками в другое место иди проверь ох ты я достиг новый уровень ааааааа ладно ты короче не верил мне да а что у нас насчет денег у меня 2000 есть Есть! Я могу освободить Горна. Вот, возьми золото. Возьми золото и выпусти пленного. Ты даешь мне столько золота за какого-то паршивого повстанца, Морн? Ого, да! Приди! Приди! Забирай его. Ну что, мне вас обоих никогда больше не видел, ясно тебе? Да, вполне. Я с тобой поговорю потом, Партос. Горн, демоны с Готой больше никогда никого не напугают. У тебя опять все получилось. Надеюсь, ты никогда не встретишь противника сильнее себя, друг мой. Да уж, тоже на это надеюсь. Теперь ты вновь свободен. Я думаю, под Новый год освободить Горна это просто супер. Да, конечно. Что ты теперь будешь делать? Постараюсь восстановить Готу. Там много людей, которым нужен кров. Смотри, чтоб тебя не убили, друг мой. Было б жаль. Пока есть ты, все это меня хоть как-то забавляет. Если я понадоблюсь тебе в качестве боевого соратника, то ты знаешь, где меня найти. Значит, ты будешь в Готе. Хорошо. Я спускаю тебя, и мы с тобой обязательно встретимся, Горн. Значит, Гота сейчас у нас... Ладно, пока живи, Пардос. Гота сейчас у нас будет занята людьми, которые будут работать, да, получается? Ну-ка давайте посмотрим. Ну, пока никого я не вижу, на самом деле. Может быть, Горн? Может быть, Горн? Пока никого я не вижу. Эй, где люди? Ну-ка, секунду. Давайте, знаете, что сделаем сейчас? Испытаем. Вот эту штуку. Гота называется. И-е-е-е-е-е! Новогодние приключения! А, вот и Горн идет. А где люди-то, а? Горн. А смотрите, он даже не остаётся на краю-то. Смотрите, он идёт в центр. Он будет заниматься восстановлением Готы. Это очень ценное дело. Но я могу его взять. Так он сказал. Себе на помощь. Так что я думаю, что освободить друга из заложников перед Новым Годом, в преддверии самого Нового Года, это, мне кажется, прекрасный подарок этому человеку. Самый лучший. Который можно сделать. Золота я не сказал бы, что я нашёл тут очень много. Но кое-какого-то было. Давай спросим у него ещё пару слов. А, ну всё. Короче, ты будешь восстанавливать, да? Я этому очень рад. Горн. Давай, я сяду рядом с тобой. Не могу? Ладно. Я тогда рядом с тобой постою. А мы встретимся с вами уже, наверное, в следующем году. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Всего вам доброго, ребят. Пока.